Криминальная разборка или не поделили алкоголь. В Энгельсе разыскивают преступника, который зарезал трех мужчин. Еще один пострадавший находится в больнице. Именно на его показания надеются следователи, которые вот уже сутки работают на месте преступления. Подробнее в материале Екатерина Ковальчук. Страшную находку тела трех мужчин прохожий обнаружил на пустыре у гаражного кооператива. Двое из них уже не подавали признаков жизни. А вот одному еще понадобилась медицинская помощь. Однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице. При обследовании места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одну жертву неизвестного преступника. Четвертый гражданин через некоторое время из этих кустов появился и также было понятно, что у него имеются ножевые ранения на теле. Его жизни ничего не угрожает. Он находится в больнице, ему проведена операция. В ближайшее время с ним будут проводиться следственные действия. За гаражным кооперативом на улице Менделеева всегда многолюдно. Здесь, по рассказам местных жителей, часто распивают спиртные напитки и готовят к сдаче срезанные с линии электропередач провода. Пункт приема цветного металла в гараже напротив. Ну а многое выручаете? Да нет копейки там. Копейки. А где берете металл? Да ну вот сейчас же выкидывают возле подъезда, в холодильнике выкидывают все как нужно. Где морозилка будет? Все равно же выкидываются. В борьбу с приемщиками цвет мета председатель кооператива «Химик» Тамара Александрова выступала уже не раз. Пункт приема даже удалось закрыть. Правда, ненадолго. Возможно, говорит Тамара, незаконный бизнес и стал причиной трагедии в гараже. Правда, сама она ничего не слышала. Услышала я об убийстве только сегодня, вот когда меня вызвали с отдела. Сказали, вот вы являетесь председателем. Он говорит, да, вот у вас убийство нужно. Вот я пришла сейчас здесь. А вчера вечером я тоже гуляла с ними, но рано, пораньше, чем обычно. И никого, ничего, я ничего не видел. Сейчас следователи разыскивают преступника, отрабатывают несколько версий произошедшего. Главная вещественная улика, нож, которым были совершены убийства, неизвестный предположительно бросил в подпол заброшенного погреба. Но найти его пока не удается. Вскрытие тел показали, что мужчины погибли из-за обширной потери крови. Возбуждено уголовное дело. Максимальным сроком за это преступление может стать пожизненное заключение. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.